Спортивные новости. Славянские спортсмены удачно выступают не только на краевом, но и на российском уровне. Один из тех, кто добивается наград на престижных соревнованиях – пловец Михаил Латков. Плавание очень полезно для укрепления здоровья. Михаил Латков, который стал ещё в младших классах заниматься плаванием для оздоровления, убедился в целительных свойствах этого вида спорта. И постепенно он стал уделять плаванию всё больше времени. А когда пришли первые спортивные достижения, Михаил понял, что плавание – это для него всерьёз и надолго. Вот есть бассейн, можем ходить. Ну всё, взяли справку, ходили два раза в неделю. Потом прошли первые соревнования, интерес, азарт, хочу ещё, хочу тренироваться. Перешли на трёхразовые тренировки. И потом как-то я не заметил, как уже с трёхразовых, уже каждый день на этих тренировках, как на работу. И вот идёшь, 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 идёшь. И идёшь вот с таким каким-то вот, не то что каким-то интересом, а больше таким желанием туда прийти, потренироваться, выйти и сказать, я сегодня отработал всё. Для того, чтобы добиваться реальных успехов, нужно много и упорно работать. В плавании необходимо развивать силу, быстроту, неутомимость. Очень важно, как считает спортсмен, проявлять характер. Да это скорее больше упорства и тренировки. Каждый может так плавать, чтобы его и вода любила, и держала, и тому подобное. Для этого нужно провести очень большое количество часов в бассейне, понять, ощутить именно вот это положение. То есть это нужно просто терпение и труд. Престижные соревнования требуют серьёзной подготовки и настроя на победу. И когда ты поднимаешься на пьедестал почёта, чемпионата или Кубка России, это большое удовольствие и толчок для дальнейшего развития. Башкирия, Уфа, это второе место на дистанции 100 метров Баттерфляй. Вот это вот, пожалуй, самая, не сколько запоминающаяся награда, да, сколько вот сам момент. Потому что там были, я был в сильнейшем заплыве, это были там уже ребята немного более высокого уровня, чем я. И среди вот этого заплыва стать вторым, это достаточно престижно. Удивляет, насколько широк диапазон стилей и дистанций, в которых выступает Михаил Лотков. 50, 100 вольный, 400 вольный, 100 бат. Один раз пробовал 200 комплекс. И всё остальное это эстафеты 4 по 100 вольность или комбинированная эстафета. Пловец входит в резервный состав паралимпийской сборной команды России. Михаил Лотков член паралимпийской сборной Краснодарского края. Призёр всероссийских чемпионатов и Кубков России. Неоднократный победитель и призёр спартакиады инвалидов Кубани. Он упорно тренируется, готовясь к новым соревнованиям, чтобы успешно защитить на них честь Кубани.